Новой патрульной полиции в июле тоже исполнилось ровно два года. Только вот практически с момента рождения молодые полисмены подвергаются критике. Копы в красивой форме оказались не очень действенным орудием борьбы с уличной преступностью. Что же это было на самом деле? Реформа или имитация? Разбиралась Инна Томина. Новая форма, белые приусы и, конечно же, яркие селфи. Два года назад на улицы Киева вышли две тысячи новых патрульных. За считанные часы они стали звездами соцсетей и главной надеждой украинцев. Основное задание это помогать людям. То бишь это сервис, это не карательная служба. Мы не будем брать взятки, посмотрите. Столица стала первым городом, где началась реформа правоохранительных органов. Потом патрули появятся в Одессе, Львове и Харкове. После обучения персонала и в других городах. Защищенность. Полиция будет другая. Мы сможем ей доверять. Сейчас госструктуры и особенно правоохранительные структуры должно быть зеркало населения. Сейчас у нас это зеркало краевое. Мы знаем. Все знают. Чтобы научить и обеспечить формой новых сотрудников, ушло более миллиарда гривен. А машина дала в кредит Япония. Но за два года они в буквальном смысле разбились о современной украинской реалии. В эту реформу вложены огромные деньги патрульной полиции. И не только наши деньги, но и японские деньги. Чего только стоит посмотреть на вот эти автомобили, которые изначально выделялись полиции. И ни одного из них целого на сегодняшний момент не осталось. При старте работы грузинские реформаторы и начальники патрульной цели ставили амбициозные. У нас два основных врага. Это криминал и это коррупция внутри системы. Мы будем очень сильно и очень жестко с ними бороться. Но по факту из-за коррупции и давления главе полицейских пришлось уйти. Не все начинания, которые начали инициативы, хоть и я, не поддерживались министром. А с другой стороны, все желания министра не выполнялись руководителем национальной полиции. Суспельство все-таки трешки програло от ее отставки. Потому что для суспельства нужно, чтобы какие-то изменения происходили быстро. А нынешнее руководство, оно больше, он выходит из системы. Спустя два года после старта полицейской реформы желающих патрулировать улицы все меньше. Из рядов правоохранителей ушло более 40 тысяч сотрудников. И это не только старые кадры. Как следствие, статистика преступности растет, а раскрываемости падает. Только одно преступление из десяти раскрывается. Это включает даже ДТП, то есть мелкие преступления. Что же в итоге? Просто изменили название структуры, но ситуация не улучшилась. Есть огромный борг с боку министерства национальных справ. Это то, что фактически разом с законом про национальную полицию были ухвалены законы про аудио- и видеофиксацию порушений правил дорожнего движения. Но больше уже двух лет прошло от момента ухваления этого закона. Ничего не сделано. Проблемы полиции несколько сегодня. Это депрофессионализация, это высокий уровень коррупции и это позвоночное право. Использование руководством полиции этого органа в политических, полууголовных, экономических целях. Вот ключевые три проблемы. Но главный вопрос, заинтересовано ли нынешнее руководство МВД решать эти проблемы. Пока от Арсена Авакова новостей о дальнейших шагах в реформировании полиции не слышно. Как и о расследовании громких резонансных дел. Инна Томина, Олег Неведомский. Подробности телеканал Интер.